Добрый день, дамы и господа. Дня, что называется, без интересных событий. Поговорим сначала об Иране. Значит, по договору между Америкой и Ираном все, что связано с созданием атомного оружия и вообще даже с мирным атомом в Иране должно быть остановлено. Потому как мы не очень, честно говоря, как бы верим, что там может быть что-то мирное, связанное с атомом. Каждые 90 дней президент США должен в соответствии с этим договором докладывать Конгрессу, не нарушает ли Иран свои договоренности, и делать соответствующие выводы. Договор был настолько неправилен, что когда Обама его предлагал, подавляющее большинство Конгресса и Сената было агрессивно против него, включая всех сегодняшних лидеров демократической партии в том же Конгрессе и Сенате. Но Обама по каким-то своим причинам, то ли ненавидя белую цивилизацию и желая, так сказать, уравнять все страны в возможности уничтожить и испепелить друг друга, то ли просто как правоверный мусульманин спешил помочь своим братьям по вере. Но он подписал этот явно разрушительный для Израиля и для всего западного мира договор и тайно передал Ирану миллиарды долларов замороженной США из-за террористической деятельности иранских мул. Иран играл, на самом деле, по той же схеме, что и Северная Корея. Переговоры, обещания, вытягивание денег, а тайком Корея, как мы знаем, уже наверняка встроила и построила атомные боеголовки и ракеты, чтобы их доносить до разных частей света. До прихода Обама Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Иран честен, верен букве подписанных обязательств и действует в рамках соглашения. Но в 2017 году магически выяснилось, что оказывается не все так гладко и красиво. 52 страницы отчета агентства говорят о том, что ранее замалчивалось, возможно, собственно, нашей администрации, что, о сюрприз, значит, Иран не пускает международные комиссии на несколько своих военных баз. Об этом также сообщают США и ООН ряд иранских диссидентов, у которых есть связи по всему Ирану, и которые, собственно, и донесли до сведения мира изначально, так сказать, о атомной программе, развитии атома в Иране, из-за чего все началось. Значит, Иран активно работает над созданием атомного оружия, как это делала Северная Корея, абсолютно точно так же. И, кстати, помощники у них те же самые, значит, российские. Если Трамп скажет, Иран нас обманывает, я рекомендую новые санкции, то Конгресс в течение 60 дней должен решить, какие санкции накладывать и накладывать их или нет. Санкции до 2015 года, значит, пока Обама их не отменил, собственно, и заставили Иран пойти на переговоры. Но Обама сделал им такой подарок, который позволит им долго держаться на плаву, предоставив им, так сказать, по-моему, 150 или 160 миллиардов долларов, так сказать, банковскими переводами и еще, так сказать, несколько самолетов, набитых американской валютой, тайком. Иранская революционная гвардия, значит, абсолютно террористическая организация, ведет эту программу. И, судя по сообщениям оппозиционеров иранских, делает это быстро и успешно. По некоторым источникам, часть обамовских денег пошла в Корею, как раз на испытание вот этого атомного оружия, которая потом пойдет в Иран и будет остановлена на ракеты, значит, легко долетающие, ну, там, до Израиля, Саудовской Аравии и Европы. С чем я их и поздравляю. Как вы понимаете, те же демократы, которые, значит, ясно понимали, к чему приведет договор с Ираном и были против его подписания, сейчас при Трампе будут во все горло кричать, что договор прекрасен, а единственная угроза миру во Вселенной – это Доналд Трамп. Возможно, наша безвольная республиканская партия не объединится даже для оказания давления на Иран с помощью санкций. Соглашение, которое подписал Обама, может быть отменено Трампом и будет похоже, значит, похоже будет, что будет отменено. Но вот санкции накладывать имеет право только Конгресс, а они, похоже, ну, импотентны, скажем так. Значит, Трамп недавно выступил с новыми предложениями по иммиграционной политике. Базируясь на своих предвыборных обещаниях, он выступил в программе, значит, в которой есть три основных пункта. А, значит, нация без границ – не нация, нация без законов – не нация, и нация, которая не защищает и не помогает своим собственным гражданам – не нация. Администрация Трампа считает, что США обязаны иметь на границах эффективную защиту, которую Трамп видит как стену, чтобы это не значило на самом деле. Законы страны, значит, пока они не отменены, обязаны исполняться. Даже если кому-то они не нравятся. Любой иммиграционный закон должен, прежде всего, заботиться о гражданах страны, об их безопасности, об их рабочих местах и об их заработной плате. То есть, иммиграционная политика, она должна быть построена таким образом, чтобы людям внутри нашей страны хорошо жилось. И, исходя из этого, надо ее строить, как, собственно, и все остальные, что называется, политикой государства. Правительство Мексики заинтересовано, чтобы миллионы мексиканцев ехали на работу в США. Поэтому у нас с ними не общие интересы, как бы могли бы подумать, границу там строить, охранять. Присылаемые ими домой, значит, этими людьми, которые приехали из Мексики сюда, миллиарды долларов – это самый большой источник валюты для Мексики, даже больше, чем их энергетический сектор. США оплачивают медицину, образование, значит, приехавшим в их семьях, а также по безработице и другие программы материальной помощи тем, кто не может якобы найти работу, из-за того, что то ли 12, то ли 14 миллионов нелегальных иммигрантов приехали сюда и работают. Существует легенда, что американцы не пойдут работать на стройки, на убор урожаев и другие тяжелые работы. Это легенда. Если не платить им по безработице и вэлфер, который происходит годами, то магическим образом вдруг выяснится, что пойдут, или даже, я бы сказал, побегут. Голод, ребята, ну не тетка, а очень хороший советник по нахождению работы. Пойдут и многие еще поедут в те штаты, где рабочих мест полно и где работников ищут как днем с огнем. Кстати, особенно страдают от лавины нелегалов как раз легальные иммигранты, которые приехали раньше, так сказать, что называется, подали, их приняли, они все сделали как надо. А сейчас они страдают от того, что есть лавина тех, кто едет просто на заработки. Ну, естественно, черные американцы, работу которых нелегалы как раз и отнимают. В 2013 году, значит, не помню данных дальше, но вот в 2013 году точно помню, что в Мексику из Америки от вот таких вот работающих здесь людей пошло 22 миллиарда долларов. Ну и, наверное, столько же, так сказать, если не больше стоили налогоплательщикам сами, значит, те, кто сидит на безработице вэлфере и тому подобное, и кому мы платим, потому что они якобы не могут найти работу. Трамп хочет ввести систему, когда работодатели обязаны проверять всех своих рабочих на их право на работу. А если будут пойманы с поличными, что принимают таких, то, значит, будут платить огромные штрафы. А система давно предлагает, так сказать, компьютерные, очень, так сказать, несложно сделать, но на самом деле уже существует система проверок. Просто надо обязать всех работодателей проверять, так сказать, если ты не проверяешь, то, так сказать, делаешь это на свой страх и риск. Трамп хочет немедленной депортации обратно в страны, откуда приехали нелегалы, а, значит, тех, тех, кто, что называется, как минимум попадается на каких-то преступлениях. Они, на самом деле, платят большие деньги за перевоз через границу и, зная, что их будут ловить и депортировать, не, так сказать, может быть, очень многие и не пойдут на такой высокий риск потерять эти деньги. Значит, когда к нам, я уже говорил об этом, когда к нам, так сказать, переходили границу нелегалы, то, так сказать, их встречали с растертыми объятиями, там, может, сурово с ними разговаривали, что, мол, не надо этого делать. Ну, на самом деле, сажали на автомобиле, лечили, там, давали деньги, еду, одежду новую и тому подобное, а потом отпускали и говорили, вот, через три недели, там, есть такой-то суд, и мы решим оставлять и не оставлять. Ну, догадайтесь сами, как многое из них явилось на этот суд. Значит, практику эту Трамп хочет, как я уже сказал, полностью прекратить и, так сказать, заехали, их поймали, немедленно депортировать обратно, так сказать, огромное количество их не станет рисковать. Вот, те, кто совершает преступления, которые сейчас скрываются по городам укрытия, значит, такие у нас города есть, которые укрывают нелегалов, и даже, когда они падают, их уже судят за что-нибудь, скажем, так сказать, был известен случай, когда нелегал задавил мужчину с двумя детьми, а мужчина был, так сказать, добровольцем, капитаном, пожарником, он ехал помогать на пожар в этот момент. Значит, значит, они погибли, а ему дали за это два года, значит, вот в одном из таких городов, два года за это дали, значит. Вот, так вот, значит, а потом, естественно, выпустят на улицу и ничего, так сказать, им не сделают. Калифорния просто стала уже штатом укрытия, где будет совершенно официально укрываться и не выдаваться федералам огромное количество вот этих самых нелегалов, чтобы они не сделали, на самом деле. А, значит, по таким предварительным данным, во время Обамы было выпущено 76 тысяч с лишним нелегалов, которые совершили какое-то преступление, опали в тюрьму, но их оттуда выпустили, потому что, ну, не кормить же нам их, да, вот, а депортировать нам их жалко, потому что им будет плохо жить в своей стране, и они оттуда уехали не просто так. Вот, и поэтому они вышли на улицы Америки, кто-то из них насиловал, кто-то убивал, кто-то еще там делал что-то. Вот, значит, Трамп собирается либо, так сказать, особо проведившихся держать здесь в соответствующих условиях, а всех остальных вывозить и сдавать прямо в тюрьмы Мексики. Может, оттуда будут их выпускать, но, по крайней мере, деньги, которые они потратили на переход сюда. Опять же, я говорил уже об этом, это мексиканцы тратят от 2 до 4 тысяч долларов за переход границы американской, а те, кто из других стран латинских, к нам едет, их надо тащить там из Венесуэлы через Беховску сюда, к нам там от 7 до 10 тысяч вот нелегальные перевозчики берут за них. То есть, им нужно эти деньги заплатить, откуда-то взять. Ну, соответственно, если их будут раз за разом отсюда хватать и высылать, то какой же смысл платить эти деньги и ехать сюда, когда есть очень серьезный шанс, что тебя поймают. Теперь, значит, миллионы людей остаются в США после окончания визы, действия визы, но их, так сказать, при поимке сегодня опять практически ничего им не делают. То есть, там журят, там, так сказать, в суд вызывают и прочее. А Трамп говорит, что на них будут, так сказать, накладывать очень высокие штрафы, а, значит, за наем их на работу будет, значит, караться штрафами работодателя, а кроме того, их будут ловить, значит, отбирать деньги и высылать. Вот, Америка дает гражданство всем, кто родился на ее территории сегодня, значит, из-за чего миллионы беременных женщин пытаются рожать, приехать рожать в Америку. Значит, их тоже, естественно, никто из страны теперь не выгонит, потому что у них сын близкой родственники, значит, или дочка, являются американцами. Трамп хочет эту практику закончить. Каждый год мы пускаем около двух миллионов легальных эмигрантов и позволяем зайти к нам еще, там, приблизительно миллиону нелегалов раньше, до Трампа. Значит, мы пускаем потом членов семьи и только что натурализованных эмигрантов, не думая даже о том, нужны ли Америке эти люди, или они сядут Америке на шеи. Трамп хочет впускать в Америку образованных профессионалов, которые помогут развитию нашей промышленности и во всяких других, так сказать, областях жизни в Соединенных Штатах Америки. Трамп хочет, чтобы перед тем, как США дал разрешение нанять на работу иностранца, предприятие доказало, что не может найти такого специалиста здесь. Казалось бы, так и должно быть, и мне, так сказать, всегда казалось, что так оно и есть. Но вот, скажем, для ввозимых специалистов по визе H1B, такое требование почему-то отменено. Кто его отменил, почему его отменил, почему его не приняли. Ну, неважно, разбираться не будем. Трамп хочет с этим закончить. Хочешь нанять иностранца, сначала докажи, что не можешь найти своего. Ну, и, естественно, все, кто въезжает в США, значит, должны предоставить доказательства, что они сами смогут платить за свое проживание, пропитание и медицину. И они не смогут, так сказать, поэтому в течение долгого периода даже претендовать на помощь государству. Вот все, что я перечислил, кажется мне логичным, правильным и совершенно обязательным для исправления ситуации и внесения законностей в иммиграционные, так сказать, законы и действия Соединенных Штатов Америки. Как вы понимаете, демократы, которым в обмен на, вот, так сказать, эти предложения, значит, предложили принять миллион тех, кто въехал в шар детьми, будут сражаться до последнего, называя республиканцев там расистами и славофобами, фашистами и, наверное, придумывают какие-то еще имена. Роналд Рейган когда-то, значит, поверил в демократические партии и дал амнистию четырем миллионам нелегалов в обмен на укрепление границ. Ну, как в Северной Корее и Ираном, получил обратно только уверение в совершеннейшем почтении, но не закрытие границ. Демократы, на самом деле, заинтересованы в голосах новоприбывших, которые думают, что пререспубликанцев их всех там выдворят из страны, там, отнимут, не дадут, тому подобное, поэтому стройными рядами идут голосовать за демократов, а демократы за это поддельно, ну, как с учителями, да, вот, в школах. Не важно, что детям плохо, главное, что, так сказать, профсоюз учителей дает деньги демократам на выборы и присылает, значит, волонтеров работать на этих самых выборах у демократов. Дети от этого страдают, школы ужасны, но это никого в демократической партии, не волнуйся. Вот, значит, трагические события. Все еще непонятно, почему, значит, какие мотивы были у Стивена Падока, который стрелял из окна, значит, казино гостиницы Мандалей Бэй по участникам и гостям концерта Country Music в Лос-Велесе. Не ясно, один ли он подготовил, спланировал и осуществил убийство 58 человек, плюс ранил еще около 500. Скорость стрельбы должна быть совершенно экстраординарная, даже если он попадал в людей каждым вторым выстрелом, что практически невозможно. Это более тысячи пуль за 5,5-5,5 минут активной стрельбы. Значит, в течение стреля он в течение 11 минут, но там были перерывы, в общем, посчитали, что он 5,5 минут вел стрельбу очередями. Не ясно также, почему Падок прекратил стрелять. От того, значит, до того, как он начал стрелять по толпе, он, значит, через дверь в коридоре начал стрелять в охранника и ремонника, которые пришли на этаж проверять, почему-то дверь на лестнице там не открывалась или закрывалась, я не помню, честно говоря. В общем, пришли что-то проверять, оказались около его номера, он почему-то, так сказать, начал на них стрелять через дверь. Через 5 минут после этого начал стрелять из окна, охранник был ранен ровно в 9.59 вечера, в 10.005 Падок начал через окно стрелять в толпу. Вроде бы охранник вызвал полицию, а может, он не Падок стрелял, а может, не только он стрелял. Иначе зачем было разбивать два окна? И зачем надо было более 20 стволов оружия и тысячи-тысячи патронов там? Мне как-то кто-то сказал, он там вместо того, чтобы менять рожки на автоматах, менял ружья, но потому что они раскалялись. То есть, господа, я, честно говоря, стрелял из автомата американского, он не раскаляется через 5 минут стрельбы, а рожки мы меняли за, ну, секунду, раз-два, раз-два, вылетал, ставил, вылетал, ставил. Ну, не ясно, зачем раскладывать, так сказать, оружие, даже если он делал это. То есть, ну, скажем, все непонятно. Расследование не перевело ни к каким результатам. Похоже, что абсолютно нормальный пенсионер, бывший бухгалтер и вкладчик в недвижимость в течение года скупал оружие, 42 там, винтовки и пистолета, накупил взрывчатки зачем-то, залез на 32 этаж казино Лас-Вегас и пострелял кучу народа. И Билл объявил, что Стивен их человек, и что это их операция, но подтверждения этому пока никаких нет. Вот, значит, с другого фронта в очередной раз Трамп и СМИ воюют друг с другом. На сей раз, значит, NBC сообщила, что Трамп внес предложение увеличить в 10 раз ядерный арсенал Америки. И что Тилертон, то есть госсекретарь, сказал, что на это, что Трамп морон. Можно это, значит, по-русски, ну, там, мудак, скажем, да. И что Тилертон собирается теперь уходить со своего поста. Тилертон заявил, что уходить не собирается. То есть, пресс-натраша Министерства и иностранных дел сказал, что госсекретарь не использует в лексике слово морон вообще. Ну, нет, у него такого слова ни разу не использовал. А Трамп обрушился на телесеть NBC, сказав, что за такое надо вообще отбирать лицензии. Ну, конечно, лицензию никто NBC отбирать не может, не станет, не будет. Ну, и невозможно, оценим, что это в Америке. Значит, ну вот по поводу узурпации власти и тирании, значит, уже идет, значит, непрерывный вой. Вообще, Голливуд и вся индустрия развлечений сошла совершенно с ума. Значит, началось с того, что известная комедийная актриса сделала ролик, значит, прокатила его на Ютубе, значит, с муляжом, отрезанной облитой кровью головы Трампа. Затем, значит, в Нью-Йорке спектакля Юэй Цезарь, одетого из загримированного под Трампа человека, убивали ножами члены Сената, даже тех, кто ранее был за него. Потом Джонни Депп, значит, всемирно известный актер, заявил со сцены, что давно актеры не убивали президента в Соединенных Штатах Америки, ну, намекая на Линкольна, естественно, и добавил, может быть, уже пора. Даже в передаче спортивной, значит, спортивный канал, есть такой СПН, там ведущая сообщила, что ей совершенно не жаль 59 убитых и 500 раненых, значит, в Лас-Вегасе, потому что они слушали музыку кантри, а музыку кантри любят республиканцы, а республиканцев ей совсем не жалко, делайте с ними что хотите. Вот, значит, народ слегка взбесился, и поэтому руководство канала отстранило ее от ведения программ на неделю. То, что происходит на футбольных матчах, просто отвратительно, значит, там, всякие Оскары, Эми и другие кинотеатральные и музыкальные мероприятия, давно превратились в агит-мероприятия, значит, где, так сказать, нас агитируют, там, ненавидеть республиканцев, ненавидеть Трампа, там, а любить только, ну, скажем, уравниловку, которая была, значит, вот в Советском Союзе, сейчас есть в Корее. В Северной, не Южной, в Южную, уравниловки нет, вот. А сейчас и последнее, значит, что было у нас, спорт неполитизированным был, сейчас и он стал политизированным. Значит, часть игроков, многие из них получают, кстати, миллионы долларов в год, вместо того, чтобы стоять смирно, когда играет гимн и поднимается флаг Соединенных Штатов Америки. Значит, либо остаются сидеть на скамейке, мол, к нам это не имеет никакого отношения, либо становятся демонстративно на колено и смотрят в другую сторону. Они говорят, что делают это, чтобы обратить внимание страны на расизм в Америке. Расизм в Америке. Десятки тысяч зрителей сдают свои билеты нахрен на эти матчи и отказываются от подписки на спортивные каналы, потому что их, точно так же, как и меня, это раздражает. Особенно скорбаны, кстати, те, кто воевал и кто, у кого, так сказать, друзья умирали за этот самый флаг и этот самый гимн. Вот, значит, а от того, что он вызывает негативные чувства у миллионеров, игроков в футбол, так пусть они эти чувства засунут себе под мышку. Вот, еще, кстати, оказалось, что государство субсидирует футбольную лигу НХЛ и Трамп требует у Конгресса, естественно, прекратить финансирование политизированного спорта. Вообще, практика разбрасывания денег налогоплательщиков должна быть прекращена и как можно скорее. Надо, чтобы Трамп вставил это в свой налоговый законопроект на следующий год. Вот, ну и под конец, значит, к концу 2017 года на дорогах Калифорнии появится 285 машин без водителей. Сейчас решаются детали правил, там, ответственности, страховок, но судя по уже произведенным испытаниям, машины без водителей будут намного более безопасны, чем машины с водителями. И чем больше будет их появляться у нас на дорогах, тем более безопасны, так сказать, безопасно будет у нас движение. Потому что они не только разговаривают с неким спутником и прочее, они еще разговаривают между собой, чтобы не столкнуться и чтобы что-то не произошло. Вот представьте себе в будущем, да, когда сотни тысяч этих автомобилей идут по нашим дорогам, общаются друг с другом, знают, когда тормозить, знают, когда делать ускорение. Это будет решение всех наших проблем, связанных с кошмарным трафиком автомобилей. Ну и, конечно, народ перестанет погибать. А первые 285 автомобилей, очевидно, придет с Uber, значит, ты будешь заказывать Uber, к тебе будет приезжать автомобиль, в котором будет уже забит адрес, по которому ты едешь. У тебя только его уточнят, ты скажешь там, да, нет, по-английски, если хочешь не по-английски, скажи, хочу говорить на таком-то языке. Я с тобой начнут разговаривать автоматы на этом языке. Ну, в общем, будущее, я бы сказал так, стучится к нам в двери довольно активно. А я вообще думаю, что даже мы еще, не только даже следующее поколение, а даже мы уже будем жить в мире, который наши родители, дедушки, бабушки вообще бы не узнали. До свидания, до следующего свидания.